Зимой молодые люди уходят по одному в сопке огня без воды, без пищи, без оружия. Когда возвращаются через семь дней, они становятся воинами, настоящими воинами. Вернулся раньше, женщины их не принимают, их гонят, ты никто. А если ты вообще не вернулся? Того забывают, он лишний. Свое! Свое! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Спасибо. Люду везут в Москву. Состояние стабильно тяжелое. Если бы я не попросил ее забрать ноутбук, то у нас вообще бы не было никаких улик. Да и черт бы с ними! Это ты говоришь, как мой начальник? Пошел ты. Вижу. Это ты говоришь, как мой друг. Перестань кривляться. Формально-то здесь ни при чем. Расскажи все своими словами. Ты считаешь, что я подставил девушку под пули. Глаза б мои тебя не видели. Думаешь, что я не считаю себя виноватым? Да ты никогда не считаешь себя виноватым. Ну, ты считаешь меня виноватым. Я? Чума не виновата, что она убивает людей. Она так делает, потому что это форма ее существования. По-твоему, выходит, что форма моего существования чума? Слушай, иди сыграй пару партий в покер и отвлекись от неприятностей. Так и сделаю. Стой! А я знал, что такой момент наступит. Только понадеялся, неизвестно на что. КОНЕЦ Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Что-то не то с грудью. Вы никто. Я проезжал мимо. Мы должны вызвать полицию. Уже вызвали. Скорее всего у нее сепсис. Точно будем знать минут через десять. КОНЕЦ 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 Спасибо, что пришел. А, вот вы где. Вашей девушке недавно сделали коррекцию груди. Сделали неудачно. Ей двадцать лет от силы. Зачем ей коррекция? Я врач. Мои вопросы, что и как вылечить. А вопросы, зачем, это не ко мне. И все-таки, если вы вдруг что-то вспомните новое, будьте любезны, сообщите мне. Значит, ты привез сюда девушку? Это не моя девушка. Я ехал домой, она лежала без сознания у дороги. Ключевое слово – я ехал домой. Ну, вы думаете, что от того, что мы будем здесь толпой тусоваться, что-то изменится? Забудь. Счастливый путь. Счастливый путь. Счастливый путь. Ну, может принесет. База, база. База, борт 07-й. Подерпел крушение. Через 30 минут после вылета. База, что ты собираешься делать? Я собираюсь выбить окно. Снег в конец вертолета. И так пока до верхней доберемся. Хотя снега над нами больше, чем над мамонтами. Это стекло выдержал исход лавины. Ты его не разобьешь. Согласен. Крепкое стекло. База, база. 07-й. Борт потерпел крушение. Нет связи. Нет отъеда. Товарищ майор, разрешите доложить? Докладывай. Вертолет капитана Галчанского шесть минут назад исчез с радаров. Во время облета восточного склона. Уже знаю. Отправь за ними Антонова. Есть. Я отстраняю кораблину от руководства отделом. Ну, Анна, не виновата. Если она развела такую демократию, при которой приглашенный консультант Фрайт раздает приказы налево и направо, которые приводят к тяжелым ранениям сотрудников, это ее прямая вина. Надолго? Пока не завершится служебное расследование. Обвинение в неполном служебном соответствии? Это если Шуваева останется жива. Об ином варианте я даже пока говорить не хочу. Все, свободны. Мальцев Игорь Викторович. Так, ну вот. Мальцев Игорь Викторович. Следов ограблений как будто бы нет, да? А тебя, то есть вас из какого отдела прислали? Можно на ты. Временно из отдела криминалистики. Следов борьбы тоже не видно, да? Мне сказали, что у вас какие-то проблемы у одной сотрудницы. Огнестрел. Ночью прооперировали. Как сейчас? А что сейчас? Бокал мог упасть от удара об стол. Да. Он же выпил, он детский сад. Мужик натренированный. Что он, от такого количества мог упасть? Ну, он мог упасть от того, что его толкнул тот, с кем он так приятно тут ужин. Кривцанова Карина Игоревна. Мария Кулик. Милена. Можно? Можно. Ирина Груздева из далекого города Абакан. Букет. Все женщины, все приезжие. Ни одна. Здесь не зарегистрировано. Похоже, что наш убитый Мальцев. Сутенер. А помнишь, как мы с ней познакомились? Да. Увидел ее фото в журнале. Да. А потом она сказала, что в нее лучше не влюбляться. Она тетка с плохими манерами. Иногда так выглядит предложение познакомиться. Да, я сразу-то и не понял. А когда понял, появился этот Стив, вчера она должна была приехать ко мне. Обещала. Я ее ждал. Люду выпишут. Я дам тебе отпуск. Поухаживаешь за ней, ладно? Ладно. Мы сделали все, что могли. Что будем делать? Ждать. Нас найдут. Да. Мамонтов через миллионы лет нашли. Веселый ты парень. А чего грустить-то? При таких температурах мы хорошо сохранимся. Пока. Нас будут показывать в лучших музеях мира. Мамонт. Рома и Мамонт. Кстати, пора познакомиться. Роман. Капитан Галчанский. Вячеслав Дмитриевич. Ага. И Мамонт. Слава. Послушай-ка. Мамонт, Рома. Вот ящик с инструментами. А вот там, в хвосте, наверху, шторка радиотека. Откроешь ее. Над ним увидишь блок питания антенны. Открутишь его. И увидишь. Техническое отверстие. Слушай дальше. Подожди. А теперь сделаем так. Вот ты смотри и восхищенно наблюдай, как я буду тебя от верной смерти спасать. Из-за падения вертолета сошла лавина. Кабину снегом засыпало. Сазонов прислал саперов? Да, они подлетели. Наши по поверхности идут, а за ними спец с миноискателем. На какую глубину берет миноискатель? Сазонов говорит, что в снегу метр на три точно. Но кабина большая, метров на пять должно быть видно. Ну, а если они глубже зарылись? Он не может сказать точно. Будем надеяться, что не очень глубоко. Свободен. Есть. Здесь темно. Там фонарик в ящике, глянь. Нашел? Ага. А как это выглядеть должно? Как блок питания выглядит. А блок питания выглядит, как что-то с лампочкой посередине или черненькое? Вот, черненькое. Ага. И под ними есть отверстие. Да. Ты знаешь, неполковник, мое сердце чует, что в это не отверстие только мышь пролезет. Послушайте, Роман, без чужой помощи мы отсюда не выберемся. Я сказал, нас ищут. Но мы должны дать им какой-то знак. Понятно? Понятно? Какой? Что будет с Анной? Возможно, уголовная ответственность. Ты объясни всем, что это я виноват. Так можно делать только у тебя в детском саду. А здесь она начальник отдела. И если она не выполняет свою задачу так, как от нее ждут, она несет за это ответственность. Ты знаешь такое слово? А что будет с тобой? Со мной не будет. Со мной уже. Я никогда не прощу себе эту девочку. И тебе. Ты его видела? Каким образом ваши паспорта оказались у Игоря Мальцева? Он обещал оформить регистрацию в Москве. Как давно вы приехали покорять столицу? Буквально два дня назад. Из Тамбова. Все? Да. Билеты тоже потеряли? А вы билеты тоже нашли? Здесь я задаю вопросы. И еще. Вот что меня интересует. Каким образом вы доверили свои документы неизвестному человеку? Меня с ним Вика познакомила. Сказала, что человек надежный не подведет. А что надежного человека вчера убили? А я здесь при чем? Он мне паспорт оформлял. На место. Значит так, девчонки. Придется вам отправляться к себе на свой… А вы можете мне оформить подписку о невыезде? И мне. И мне тоже. Не в кармане. У всех одно и то же. Вчера приехала, отдала паспорт на оформление тех, кто их натаскивал совершенно без фантазии. Они совсем перестали нас уважать. Кого это нас? Ты что тут делаешь? Я хотел вас бросить. Но потом совесть замочила. Решил не бросать. Вы же дураки набитые. Вы без меня никогда быстро дело не раскроете. Сам ты дурак. Совесть его замучила. Скажи, лучше мимо проходил, девчонок у входа увидел, решил заявление забрать. Ну, вообще-то это проститутки и кто-то убил их сутенера. А, ты новенькая. Ну, что же, у нас незаменимых не бывает. Слава Богу, это и меня касается. Парня жалко. Парень сутенер был с фантазией, хотя и без принципов. Ну, перестаньте. Вас на полгода в космос и у каждого из вас будет такой вкус и такая фантазия. Не обязательно. А вы знаете, что большинство среднестатистических мужчин испытывают мистическое пристрастие к четвертому размеру груди. Что ты полетешь? Чего ты взял? Это выводы британских ученых. У порнографии тоже есть своя статистика. Трепло. У нас противоречивый период. Все на нервах. Но, крошка моя, обратите внимание, что у всех девочек в коридоре четвертый размер груди. Ну, и что это дает? Не мог же Мальцев ввозить из разных городов девчонок с четвертым размером груди. А те вот, кто попадали к нему, он их мог, кстати, отправлять и к врачу. Так, и где есть преступление? А как же? Ножом грудь резать. За это в печке надо живьем. Это первое. А второе, это всегда большие деньги. А где большие деньги, там большие страсти. Где большие страсти, там большая кровь. В особенности, если вовремя долги не отдаешь. За мной. Вот здесь вот построится. Сейчас проверим твою теорию, умник. Дамы, я хочу вам задать один бестактнейший вопрос. Даже не знаю, с чего начать. А с чего тут начинать? Ты посмотри, они тоже все в шубах. У кого искусственную грудь, поднимите руку. Иначе нам придется произвести пальпацию. Мамологический тест. Проще говоря, лапать. Тысячи рублей, и вы пять минут лично сможете убеждаться, что они натуральные. Какие тысячи рублей? Успокойся. Так, у меня есть другая идея. Итак, кто из вас признается, что делал коррекцию, сразу получит свой паспорт? А как получить паспорт тем, у кого она природа такая? Ну, например, рассказать нам, у кого не своя? Не-не-не, надо тест сделать. Они нас запутают, обманут. Вперед. Шубы сняли. Шубы натуральная документ. Шубы натуральные документы. Шубы натуральные. Замонетные документы. Легка, поиск, поиска. Замонетные документы. Шубы и метр. Легка будет выработать. Вперед. Резачки паспорт. Тихо! 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 Мы прошли метра два! С учетом отклонений от вертикали чуть меньше. А как мы узнаем, что мы достигли поверхности? В Калачеве все, что у нас есть. Все! Это все, что у нас есть. Шину снимай. Снимай, что смотришь. Что? Субтитры сделал DimaTorzok Все! Это последнее Ну что имеем? Все девушки, которые делали грудь, называли одного и того же врача Андрея Жигурева Они не платили за операцию, вполне возможно это сделал сам Мальцев Да, и возможен конфликт на финансовой почве, и попытка его уладить могла кончиться случайным падением Придется ехать в гости к этому Жигулину, что ты там уселся? Совесть от дела, ты с нами? Нет, у меня другая встреча назначена, алло Да, а никто на тебя и не рассчитывал ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет! Ну и как я, по-твоему, должен был поступить? Как положено Доложить начальству, и они бы отправили туда группу захвата, а не Люду Ну не сделал я ничего такого, за что меня можно так ненавидеть Да я тебя не ненавижу Просто если бы ты улетел на свои Карибы, а не полез бы раскрывать это исчезновение прокурора То преступники были бы на свободе Люда была бы жива Скажи, я похож на сволочь? Да никто не похож на сволочь Я тебя разочарую Я сволочь ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А где мне можно найти доктора Калинина? А, вот Чего вызывали? Соскучились? Не совсем Если делаете девушке коррекцию груди, то должны быть деньги на лечение последствий Логично, а при чем здесь я? Как вы и говорили, один из имплантатов был с дефектом Мы их удалили, выполнили необходимый минимум процедур Но дальнейшее лечение потребует значительных затрат Ну деньги не проблема, но это получается, что мы в ответе за всех, кого подобрали на улице Или вы в ответе за всех, кто по вашей прихоти увеличил грудь А теперь вы хотите на халяву избавиться от последствий, своей похоти А девушка чего сказала? Что вас не знает А это еще больше вас убеждает в том, что я извращенец и жулик Где удаленные имплантаты? В каком смысле? В прямом Андрей Жигулин, вы знаете Игоря Викторовича Мальцева? Я не запоминаю фамилии клиентов Если хотите, позвоните в регистратуру Но он не был вашим клиентом Скорее он вам поставлял клиентов Девушка, в нашу клинику можно просто прийти и записаться на прием Потом согласовать сроки операции И никакой протекции не требуется Во-первых, я старший лейтенант Во-вторых, я… Пропускай, пропускай Настояние сегодня не в черту Хватит говорить вот эти вот непонятные слова Напряги свои хирургические мозги И вспомни Мальцева Игоря Викторовича, которого вчера убили Убили? И возможно это сделали вы Добрый день, вас забронировано? Нет, но меня ждет вот тот известный хирург Не потревожу Не потревожу Вон аппетит Смотри, какой приятный момент Сейчас сделаю пальцами вот так И тебя вышвырнут на улицу Согласен, приятно Но не сделался Еще раз Добрый день Можно тарелочку, пожалуйста? Поверить не могу, ты сам ко мне пришел Что, решил поменять форму носа? Или может ушей, а может сразу пол? А что, уже пора? Ну, для тебя это единственный способ остаться в живых Учитывая сколько людей, мечтает тебя прикончить Ай, ты проказник мечтаешь Промолчу, а то не сбудется Прости, дорогая Можешь сказать, откуда они взялись? А ты где их взял, кто-то подарил на память? Да нет, какой-то урод поставил девочке У нее начался сепсис Мы ее подобрали прямо на улице, еле откачали Этим имплантатом лет восемь-десять Неудивительно, что они потекли Да ладно, девочке-то всего двадцать было Вот как? Такое даже эмансипация не назовешь Это какая-то педопластика А ты можешь их по номерам пробить? Я вам сейчас покажу отпечатки, найденные в квартире Мальцева Они принадлежат вам Хотите пересмотреть свои показания? Да, мы с ним знакомы Я был в его квартире Мы просто сидели и выпивали Забыли рассказать о самом интересном? Выпили, поболтали Я ушел Просто выпили, просто поссорились Ничего не было Просто поссорились, просто толкнули его случайно Он случайно упал Убийство по неосторожности – это минимальный срок Да я же вам говорю, девушка Старший лейтенант Ничего не было Когда я уходил Он был еще жив Ну хорошо Мы вас задержим До выяснения обстоятельств Эти имплантаты поставил лично я Шесть лет назад Ей Ей Ну да, даже если сделать скидку на возраст Ну что Все равно это не она А есть ее адрес? Полина Балуева Адрес есть Скинуть? Ага А как у тебя с Анной? Женился на ней? После того, как меня отодвинул? Пока воздержался Ну ты Даже не знаю, каким условом тебя назвать Собака на сей не подойдет? Не, я слишком интеллигентна Жлоб лучше Как у Анны дела? Ее отстранили Может быть скоро уволят Дай угадаю Из-за тебя Знаю твой размах Полагаю это большое счастье, что она вообще жива Ну это верно А вот ее сотрудница погибла Ладно, вынужден откланяться Приятного аппетита Я, кстати, крайне рекомендую вам попробовать местные трюфели Здесь обалденные трюфели Крымские Это вы звонили Полине? Да Что-то я не понял, что он надо от моей жены Предмет, который меня интересует Это грудь вашей жены Еще одна рюмка я зову, зачем я пришел Имплантаты рекомендуют менять каждые несколько лет Они, оказывается, изношаются А почему вы не пошли к Тиму? Я нашла клинику, где это стоило в три раза дешевле Как прошла операция? Великолепно Они теперь как у Как у кого? Как у тебя Когда ты была молодой Какой же молодой, как ты сейчас Пардон А где старые имплантаты? Они остались в клинике А адрес есть? Ну, неужели нам на самом деле не о чем поговорить? Наверное, есть Ничего хорошего из этого не получится Вчера могло получиться Сегодня все по-другому Я могу тебя проводить? Нет, я уезжаю на несколько дней А поехать с тобой? Не можешь Ты любишь меня, ты не любишь его Я тебя ненавижу Одно другого не отменяет Не отменяет Ты считай, что я умерла Как любя Сможешь? Оставайся Ну, как? Врач, который делал операции девушкам Вчера провел весь вечер с их сутенером Опять прав? Какие-нибудь благодарности или в долю возьмешь? Могу С левой Давай, давай Ну, а запомни, Виктор Иванович Что те, кто считает себя умнее других Те, кто играет в слепую Те, кто не обсуждает на форумах результаты раздачи Те, кто не советуется с мудрыми игроками Те рискуют остаться При полном разорении Остановись, пока не поздно Что это такое? Это мечта всех малополовозрелых дам А там вот серийный номер Одна из них порвана, с какой силой нужно было их сжимать? Ты зверь! Виктор Иванович очнись Я подобрал девушку без сознания ночью Отвез ее в больницу Что? Снял Ну, а ты не дадь эту женщину? После такой долгой паузы слова «нет» прозвучит странно Ее нашли возле дома Мальцева в критическом состоянии В тот самый вечер, когда вы там ужинали Вы поставили бедной девушке бэушные имплантаты, которым место на помойке Она же проститутка Всем бэушные ставят Ну, этой просто не повезло Она девушка Мальцева? Из его бригады Пришла, а через неделю после операции говорит У меня, мол, боли в груди Я когда осмотрел, у нее уже сильное было воспаление Я пришел к Мальцеву, говорю У девчонки серьезные проблемы Она слишком поздно пришла Кто, мол, будет платить за лечение? А он не собирался платить? Нет Он говорит, я сам решу этот вопрос И вы так просто ушли? Да, просто ушел Врет он Поспорили они Кто будет платить за неудавшуюся операцию Ссора перешла в драку Мальцев упал, ударился об стол А этот сбежал, теперь отмазывается Я все-таки не понимаю Вот ее карточка из клиники Жигулина Наталья Миронова Но ее паспорта же не было тогда в тумбочке Жигулин мог забрать ее с собой Чтобы смерть Мальцева не связали со смертью Мироновой Соответственно с ним Тогда должны были быть его отпечатки Их там нету Кому еще мог понадобиться ее паспорт Только Наталье Мироновой Алло, да Ну да, щас, щас вернусь Ты когда Миронову нашел, паспорт был при ней? Ты представляешь, это единственное, о чем я ее не спросил Ну, а что теперь будем делать? Ну, а что теперь будем делать? Дай еще Ну, спасибо Ну, спасибо Царствие тебе небесное, неполковник Обещаю Обещаю, на том свете ты будешь фельдбашл Мне только вчера позвонили из больницы Нет Я приехала ночным поездом Я не знала, что с ним происходит Я была уверена, что она учится в институте Мне сказали, что если бы не вы, она бы умерла Да нет, это не коллега Вы поблагодарите его от моего имени, ладно? А вот, собственно, и он сам Ром, что за дела? Более. Более. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА БОЕКТЕЛЬНОЕ ВСЕЛАЯ МУЗЫКА Он говорит, что вытащил из вертолета двух человек. Ну, когда пошел за последним, вертолет накрыл его лавиной. Где вы оставили этих двоих? Метров двадцать в стороне от вертолета. Если бы они остались в вертолете, были бы живы. Вы зачем вмешались? Если бы не вы, они все были бы живы. Вы отняли у меня мужа. Вы отняли отца у моей дочери. Вы понимаете, бак, бак был пробит, бензин капал, вертолет мог с секунды на секунду взорваться. Я обязан был их всех вытащить, помочь. Ваша помощь принесла она мне счастье. Вы не представляете, что я пережила после его смерти. А теперь, теперь дочь. Если бы вы не полезли в этот вертолет тогда. Я думал, их спасаю. Значит, вам не надо думать о людях. Ваши добрые намерения их убивают. Не всех. Некоторым просто разрушают жизнь. Это ваше проклятие. Обещаю почесть триста раз отче наш. А вы спасли мою дочь. И я теперь начинаю бояться, что это сделали вы. Извините. Криминалисты сравнили отпечатки пальцев Наташи в квартире и на коробке. С паспортами. Есть основания предъявлять обвинение в убийстве. И сто раз прочитаю о Богородице Деврадусе. Что Богородице? Это я не с тобой разговариваю. Матери ты будешь говорить? Нет, я не в состоянии. Давай ты. У меня новости неутешительные. Я слышал, что ты решил уволиться из армии. Ну, какой теперь из меня вертолетчик? Я все хотел спросить, а что ты делал на этом вулкане? Та женщина искренне считает, что если бы я не вынес ее мужа из вертолета, он бы остался в живых. Послушай, если б не ты, этот вертолет вообще бы никто никогда не нашел. И все люди, которые были бы в нем, все равно бы погибли. Это ситуация, где любой путь приводил к жертвам. И никто никогда не узнает, ты выбрал просто плохой путь или самый плохой. Ты ей это не объяснишь. Послушай, тебе недостаточно того, что я так думаю? Было достаточно, пока мы с тобой внутри вертолета сидели. Поверь, ты принял правильное решение. Ты не представляешь, как поган на душе, когда вроде сделал все правильно, но от этого погибли люди. Слушай, ты оптимист. Ты знаешь, что такое дружба навек? Это ничто никогда не изменит. Ты потянешь или такое? А он что здесь делает? А ты? А, ратник всегда кстати, всегда появится, когда нужно. Поддержит трудную минуту. Утешит и организует. Ну что скажешь, грамотно использует сложившуюся ситуацию. В таком и не откажешь. Он всегда делает то, что я захочу. Без колебаний берет ответственность на себя. Твои ухаживания свелись к поиску способов этой ответственности избежать. Я сейчас подойду. Тебе там не будут ради. А я как-нибудь переживу. Не факт. Мы со мной уезжаем. Хотя это не поможет, она любит тебя. А, у тебя, наверное, есть запасной план Б. Ты хочешь, чтобы я уехал? В этом мире нет достаточно удаленного места для тебя. Ты хочешь меня отправить в потусторонний мир? Сам убьешь или наймешь кого? Когда ты выйдешь за территорию больницы, у тебя будут два пути. Один по улице налево, другой по этой же улице направо. Тягуще. А что дальше? А дальше как в сказке. Налево пойдешь, себя потеряешь. Направо пойдешь. Там тебя встретит мой друг. Понял. Даже не знаю, что тебе пожелать. Не парься. Ты же знаешь, в какую сторону я пойду. Увы. Знаю. А я вот, увы, не знаю. Увы. Увы. Научись наблюдать, научись ни во что не вмешиваться, как ни во что не вмешивается камень или вода. Вернешься, когда перемены вокруг будут касаться только твоих глаз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова